Цикламенская библиотека номер 16 подготовила презентацию Киты и дельфины властелины морских глубин Всемирному дню китов и дельфинов 23 июля весь мир отмечает день защиты интереснейших животных, китов и дельфинов В России особое отношение к празднику, ведь в морях и океанах страны обитает немало уникальных морских жителей Численность которых на грани исчезновения Поэтому находится в списке Красной книги Российской Федерации, а также Международного союза охраны природы Каждый год в этот день проводят акции в защиту этих животных Морские гиганты Морские чудовища – загадочные существа Ужас морских глубин – так люди называют китов Прежде всего они поражают человека своими размерами Но кроме гигантских габаритов, они могут похвастаться и древней историей На планете киты появились практически 55 миллионов лет назад Прародители китов перемещались по суше и только спустя века нашли пристанище в глубинах морских Где была возможность прокормиться Зубатые усатые – это не прозвище и не сказочные персонажи, это название видов китов У усатых имеются лихо закрученные, но непривычные для нашего понимания усы Это фактически зубы, которых насчитывается во рту животного 200-400 штук Такие усы пластины работают как насос, пропуская сквозь себя тонны морской воды Из которой кит добывает планктон и ракообразных для питания Кстати, запасы кит делает только 3 месяца в году Съедая во время благодатного сезона тонны пищи А вот что самое интересное – в день кит поглощает 3 тонны пищи Зубатых китов можно встретить нескольких видов У каждого подвида будет различное количество зубов Так нарвалы имеют всего лишь два резца, расположенных на верхней челюсти А вы знали, что каждый зуб кошелота имеет вес до 3 килограммов? Знаете, какое животное на планете самое большое? Конечно, кит! Это усатый синий кит, длина которого почти 27 метров, а вес почти 100 тонн На сегодняшний день таких гигантов осталось буквально пару тысяч Что связано с бурной человеческой деятельностью Удивительный гигант был выловлен в 1926 году Его размеры достигли 33 метров, а весил кит 150 тонн К сведению Вес сердца синего кита 500-700 килограмм, а языка 4 тонны Мозга до 6 килограмм, объем крови 8000 литров А вот глотка синего красавца в размере всего лишь 10 сантиметров Самый маленький кит – карликовый усатый Его размеры не превышают 6 метров, а вес 4 тонны Численность этого миниатюрного животного мизерна И под вид находится на грани вымирания Самый умный, точнее сказать, башковитый – это кашалот Мозг загадочного существа весит 8 килограмм Но по размерам он уступает синему гиганту Существует кит, который способен улыбаться и жмуриться Это эмоциональное чудо – белуха Она имеет пластинчатые зубы, а также складки на лбу Что и воспринимается со стороны как живое эмоциональное лицо Настоящие путешественники – это серые киты Живя на Камчатке, размножаться они отправляются к берегам Калифорнии Их не пугают тысячкилометровые маршруты-броски И после отдыха на курортных берегах они спокойно направляются к родным землям Ничего не вижу, ничего не слышу Это все про китов Они действительно практически не видят К тому же они не обладают и чувством обоняния А по некоторым источникам и вкуса Уши, которые отсутствуют у гигантов Наслышат, как раз они могут челюстью Этот орган чувствителен к вибрации Которая и передается от челюсти к внутреннему слуховому органу И хоть киты не обладают голосовыми связками Говорить они умеют Для этого они пользуются звуковыми губами Расположенными на соглотке А вы знали? Киты даже поют Самцы посвящают своим возлюбленным настоящие серенады А заботливые самки своим детенышам колыбельные Говорят, что в неволе киты способны подражать человеческой речи Очень интересно Например, ныряют гиганты достаточно глубоко Они способны погружаться в морские пучины на километр в глубину При этом сердце замедляет свой ритм А весь кислород достается мозгу и сердцу В это время его туловище буквально становится онемевшим Киты способны не спать практически 3 месяца Но даже если кит захочет выспаться То животное заснув может утонуть Потому ему приходится выбираться на мелководье Но начиная дремать Гигант уходит под воду и сразу же просыпается Чтобы подняться на поверхность и глотнуть воздуха Дышат киты через дырочку, которая расположена на спине Такая своеобразная ноздря И хотя кит способен обходиться без воздуха до пары часов Дышать он должен, как любое млекопитающее Отличительная черта китов хвост На нем расположен уникальный рисунок Своеобразный индивидуальный отпечаток А сейчас мы поговорим о дельфинах Как ни удивительно, дельфины очень похожи на людей Начнем с того, что в сердце имеет 4 камеры Тело в длину не превышает 2 метров А вес варьируется в пределах 100-150 килограммов Даже температура тела у дельфинов такая же, как у человека 36,6 Мозг у дельфина тяжелее человеческого И весит 1,7 килограмма В отличии от 1,4 килограмма человеческого мозга Поэтому еще неизвестно, кто умнее Человек или дельфин Каждый дельфин имеет собственное имя На которое отзывается Дельфины способны разговаривать Применяя как голос, так и тело Они владеют языком жестов и голосовыми способностями Дельфины обладают острым зрением В отличии от китов, они прекрасно видят Как в воде, так и над ней Из-за особенностей расположения глаз Дельфин движется всегда по кругу Это позволяет ему наблюдать Одним из глаз, которые расположены сбоку За водными просторами И вовремя увидеть приближающегося хищника Хотя дельфин часто ныряет Но дышать под водой и он не способен Как и любой млекопитающий Он дышит легкими Поэтому и ныряет всего лишь на 7-15 минут Дельфин это хищник Он питается рыбой Знаете, сколько рыбы съедает дельфин в день? Он может проглотить до 30 кг рыбы Но это не отражается на его весе Ведь дельфин постоянно в движении Порой дельфин набирает скорость до 30 км в час Дельфины способны общаться Применяя ультразвук Но в присутствии человека Всегда издает звуки Которые улавливает наше ухо Человек, несмотря на старания ученых Так и не научился понимать язык дельфинов Дельфины одни из самых загадочных животных на нашей планете Интеллект этих морских жителей считают настолько высоким Что их называют людьми моря Ученые утверждают, что дельфины умнее и сообразительнее всех остальных животных Они способны спасти тонущего человека Дельфины живут в стаях Они всегда помогают друг другу И никогда не бросают друг друга в беде Эти высокоразвитые морские животные Очень похожи на людей Им свойственно самопожертвование Они слышат звуки с берега Похожие на дельфини Крика помощи И они выбрасываются на сушу При этом погибая Долгое время ученых ставил в тупик вопрос о том Как дельфины спят Ведь в море можно легко утонуть Или стать жертвой нападения других хищников Однако теперь выяснилось Что сон дельфинов не похож на сон обычных животных Во время сна одно полушарие дельфина отдыхает А второе бодрствует Таким образом дельфин всегда контролирует ситуацию И в то же время получает полноценный отдых Живут дельфины около 30 лет Дельфинята рождаются примерно 1 раз в 2 года Дельфиниха в это время старается высоко подпрыгнуть Чтобы детеныш смог сделать первый вздох Дельфины очень трогательные родители Опекающие своих детенышей около 5 лет И даже достигая половой зрелости Детеныш по прежнему остается сильно привязанным к матери И старается следовать за ней повсюду Изучив материал про дельфинов Я пришла к такому выводу Что нужно этих животных беречь Потому что сохранив их Мы сохраним природу Ведь они делают очень много добра для нас Дельфины умные, верные и преданные Я бы хотела такого друга Я считаю, что людям необходимо учиться у дельфинов доброте Умению помочь друзьям и близким в трудную минуту А еще пребывать всегда в позитивном настроении И дарить окружающим море эмоций Велика истина Чтобы не охранять, нужно беречь и заботиться Но раз уж отнеслись беспечно к матери природе То надо всеми силами стремиться сохранить то, что плачет Просит о помощи и не может выжить Если мы не откликнемся на боль Берегите нас! Спасибо за внимание! Спасибо!